Здравствуйте всем! Я из Украины, из Одессы. И хотел, друзья, поговорить о такой большей интересной же теме, друзья, по полу. На нуле, друзья. О чем здесь, друзья, имеется в виду? Что же такое сгоноль, так как говорится, друзья? И здесь нужно понимать такую интересную вещичку, друзья. Что есть, конечно, ноль военный, красительно, вот военные там вот, как говорится, рубятся на первой передовой фронте, да, потому что все жестко, серьезно и так далее. А также есть, друзья, и духовный момент. Что это означает? Знаете, многие любят, там, слушать каких-то, там, допустим, теоретиков, там, знаете, люди, которые в общих чертах, там, про нигализацию, прослужение, про, там, в принципе, в среднем, друзья, про хуинь, там, вот, про Бога и так далее, да. Но при этом, допустим, практики нигализации нет, да, то есть, что такое, там, настоящая, так как говорится, на муле нигализация. Муле означает, когда сегодня нахуй, настоящий духовный, там, апостол, дьякон, служитель, пастырь, выходит, как говорится, друзья, на духовный римф. То есть, что такое духовный римф? Вот, допустим, элементарные, друзья, ну, пар, да, допустим, сидят все, там, люди, отдыхают, да, гуляют. Вот, допустим, приходим, и один-один с ними проповедуем, сражаемся, да, с ними много людей, начинают, знаете, друзья, умничать, там, скажем так, то есть, ну, тупить, да, умничать, значит, тупить. Почему? Потому что идут против Слова Божьего. То есть, как, например, идем против Слова Божьего, означает, что мы тупим, да. Почему? Потому что, Слово Божие, есть путь истины и жизнь, а идти против пути истины и жизни, это как, друзья, самоубийцы, да, и поэтому для того, чтобы нам всегда не быть самоубийцем, нужно, друзья, ну, иметь за Господа, да, и те люди, которые сейчас стоят на нуле, они имеют, друзья, практику, знают, что, как и зачем, ну, все такое строить церковь, да, друзья, с нуля, приходить к настоящему, настигать, да, человеческие души, друзья, то есть это все-таки вот вопрос достаточно, в общем, серьезный и важный, скажем так, ну, и поэтому, друзья, нужно все это, скажем так, пополнять в жизни, исполнять, почему, действительно, это все происходило, как действительно надо, вот, похочется от нас, от наш Торец Господь Иисус Христос. Поэтому, друзья, мы должны, как говорится, знаете, как вот для себя сделать такой вот настоящий вывод, если мы действительно хотим, ну, отправляться, друзья, вечно с правой, мы должны максимально, друзья, над этим работать, да, декаяться в своих рехах, где проходят Слово Божье, а главное, друзья, это то, что мы действительно должны брать и наступать на, ну, одно из главных, наступать на вражескую силу, да, то есть на злых духов, которые находятся в людях. И таким образом, если мы на них наступаем, проповедуем Слово Божье, мы действительно начинаем быть похожи, друзья, на настоящего Творца нашего Иисуса Христа, друзья. Почему? Потому что Иисус Христос, Он сюда наступал, Он показывал, что мы действительно должны брать и проповедовать, друзья. Их делает, например, первоапостольская церковь, да, которая подражала нашему Творцу всей Вселенной, Иисусу Христу. Так, ну, друзья, если мы действительно хотим отправиться не в Адрике, не в столешного мужчине, да, а действительно, если мы хотим отправиться в рай, где место полного счастья, радости и благодати, да, друзья, то же самое, как здесь, шикарно, друзья, в Одессе, в парке, с прекрасной романтической атмосферой, то есть с прекрасными птичками, друзья, абсолютно прекрасно, все родители, все просто, благодати, друзья, да. Только в родительстве будут, друзья, еще бесконечно, лучше, чем здесь, друзья, в Одессе, в парке. Поэтому я ссылочку оставляю на полное видео в описании, где уже именно наши апостолы, друзья, да, все детальнее и детальнее уже разберут тему, поэтому, друзья, обязательно смотрим Слово Божье, питаемся Слово Божьим, и начинаем быть настоящими духовными христианами, проповедовать Слово Божье, и таким образом шагом берем и протапливаем дорожку, друзья, имена. Вечность, товарай, аминь.